Туапсинский район Он у нас будет немножко стилизованный, квадратный Сочетаем размер флага, который нужно нарисовать Как создать двумерный массив? Так же, как и в предыдущем занятии, у нас будет три части Ввод, обработка, вывод Ну, вот у нас здесь простое, это сочетать одно число Значит, собственно, рисование флага Сначала создадим массив Пусть максимальный размер 100 на 100 Больше мы не хотим уметь обрабатывать Тогда мы пишем int У нас оно будет стать из целых чисел Название массива И в квадратных скобочках максимальный размер Поскольку массив двумерный То нужно писать сначала Одни квадратные скобочки А потом вторые квадратные скобочки Так же, как и с векторами В двумерных массивах можно обращаться к отдельным элементам И работать с ними с обычными переменами При этом, если в векторе мы просто писали В квадратных скобочках номер элемента То в таблице мы пишем сначала номер строки А в следующих квадратных скобочках номер столбца Будем бегать по всему нашему массиву Начиная с нуля, заканчивая n Нумерация там такая же С нуля все, и строки, и столбцы i означает номер строки j означает номер столбца Сначала перебираем строки Внутри каждой строки перебираем все столбцы Как рисовать наш флаг? Начнем рисование с диагонали На диагонали находятся элементы Номер строки и столбца, у которых совпадает Напишем такой if, если i равно j Если номер строки равен номеру столбца Мы в a и j, вот в этот элемент, на который мы сейчас смотрим Кладем единичку, как договорились Как понять, что у нас правый верхний угол? Это когда номер строки меньше, чем номер столбца Мы умеем обрабатывать те случаи, когда у нас Выбор из многих вариантов это else if Иначе, если номер строки и меньше, чем номер столбца j Мы кладем туда нолик И, наконец, else Если это не правый верхний угол, а не диагональ То это левый нижний угол Мы будем класть туда двоечку Вот так наш массив двумер заполнился И теперь нужно его вывести Вывод там точно такой же Мы бегаем по всему массиву, по всем строкам Для каждой строки, по всем столбцам И выводим элементы Я скопировал то, что было сейчас Закрыл скобочки и приведем все в порядок Итак, на каждом шаге нам нужно печатать Очередной элемент и пробел после него Так мы напечатаем целую строку Но Каждая следующая строка будет опять же печататься там же И у нас весь наш вот этот красивый двумерный массивчик Слипнется в одну длинную строку Чтобы этого не было Нужно после вывода всей строки То есть вот мы идем по строкам Вот наш цикл, который выводит все элементы одной строки После того, как мы вывели все элементы одной строки Печатаем перевод строки, чтобы все началось заново Запустим и посмотрим Например, мы хотим флаг размером 15 на 15 Смотрим, и вот он у нас получился А теперь будем решать реально сложную задачу Многие из вас наверняка играли в игру сапер Там, где нужно открывать на поле клеточки и выделять мины Правила на самом деле очень простые У нас в каждой клеточке записано либо ничего Это если в ее соседях нет мин Либо число, которое означает сколько мин в 8 соседних клеточках Либо там стоит мина Наша задача такая Нам дано поле, на котором расставлены мины Необходимо сгенерировать из него поле для игры в сапера Для каждой клеточки мы должны будем напечатать либо 0, если там нет соседей с минами Либо звездочку, символ, если там стоит мина Либо число от 1 до 8, количество соседних клеточек, заполненных минами Давайте думать, как это все делать Я на всякий случай все удалю, чтобы не запутаться Что нам понадобится? Сочетать данные Пусть данные нам задаются так N и M, два числа, количество строк и количество столбцов в нашем поле Сочетаем размеры поля N количество строк, M количество столбцов Пусть они у нас не превосходят 100 То есть мы создаем массивчик 100 на 100 И читаем Перебираем строки Перебираем внутри каждой строки столбец Считываем Очередной элемент Отлично Чтение готово Поправлю имя массива Надо написать, что это чтение, потому что программа получится большая Теперь нужно, собственно, подумать о том, как решать задачу Мы будем ходить по всему полю И для каждой клеточки смотреть на ее соседей И считать количество соседних клеточек, где стоит мина Сразу подумаем о проблемах, которые у нас возникнут Самая большая проблема — это клеточки в углу или находящиеся на границе поля Для них нет соседей, мы вылезем куда-то за пределы массива, и все будет плохо Есть классный способ избавиться от этого Сделать вокруг нашего поля рамочку из свободных клеточек Для которых мы не будем смотреть соседей Но если мы посмотрим на них, то увидим там нолик И у нас все правильно посчитается Для этого мы увеличим размеры нашего массива Осмысленную часть, то есть поле, будем класть уже не начиная не с нуля, а начиная с единицы Не забудем исправить и правую границу наших циклов Еще вспомним, что у нас вначале в массивах лежит мусор, а нам нужно поставить нули Это можно сделать несколькими способами Можно отдельно пробежаться по вертикалям и горизонталям, там четырьмя циклами или как-то объединить это А можно просто заполнить все поле нулями, что мы и сделаем Так работать будет дольше, но зато писать меньше Начинать будем с нуля, а ходить будем до n плюс 1 включительно Потому что у нас теперь поле прибавило сверху одну строку и снизу одну строку В сумме две И то же самое будем делать со столбцами В клеточку кладем ноль Вот такая инициализация массива нулями Теперь все будет правильно Как обычно, я перепутал название Ну, исправим, нам все подчеркнуло Собственно, заполнение поля Что нам понадобится? Еще один массив Такого же размера В котором, собственно, будет лежать наш ответ Будем ходить по всем клеточкам Это мы уже умеем, так что скопируем Закроем скобышки, которые не скопированы Отлично Если в соседе стоит мина То нам нужно увеличить наш счетчик на единицу Это нам придется писать Либо 8 каких-то сложных арифметических выражений Либо 8 мифов в зависимости от реализации Но мы хотим сделать все проще Если координаты нашей клеточки x, y Ну, это номер столбца и номер строки То все соседи отличаются не больше, чем на единичку То есть там либо плюс 1, либо минус 1, либо 0 Какой-то из них, либо x, либо y, изменяется Что мы можем сделать? Мы можем завести массивы изменений по x и по y Сейчас я покажу классную штуку Как положить туда конкретные значения Значит, dx обозначает смещение относительно нашей клеточки по x Соседи у нас 8, поэтому размер у них будет 8 Я сразу заведу два массива, чтобы было удобнее смотреть, сделать параллельно Значит, dx — это изменение по x, dy — изменение по y Какие у нас есть соседи? Если мы по dx сдвигаемся на единицу, что это такое? Это наши соседи справа, их три штуки Сосед справа сверху — 1, минус 1 Сосед просто справа — 1, 0 И сосед справа снизу — 1, 1 Два соседа, где по x изменений не происходит Это те, кто стоит от нас снизу и сверху Соответственно, dy для них минус 1 и 1 И, наконец, три левых соседа dx у них у всех минус 1 А y — 0, 1 и минус 1 Теперь у нас есть сдвиги для всех наших 8 соседей Можно сделать классную штуку Зайдем в переменную, которая будет считать количество мин в соседях Изначально равную 0 А теперь пробежимся по всем ним с помощью цикла от 0 до 8 Что будем делать на каждом шаге? Входные данные заданы так, что у нас мина помечена единичкой Поэтому можно просто посчитать сумму элементов в соседних клетках Значит, k означает номер соседа Если мы возьмем наше текущее значение x и y Это g и i, соответственно И возьмем сдвиг То получим координаты соседа Значит, мы к накопленному количеству мин Прибавляем состояние поля В клеточке И плюс dy kt Это y координаты соседа И g плюс dx kt Это x координаты соседа Номер столбца Получилось очень много Я уже сам боюсь запутаться Давайте я напишу комментарий Значит, это массивы координаты соседей Сдвиги А это у нас Перебор всех соседей Все, теперь шансов запутаться меньше Наконец, в наш двумерный массив ответа В таблицу мы кладем То, что насчитали Все, остался только вывод Опять же, возьмем, скопируем Наши форы, которые бегают По осмысленной части поля Вспомним одну вещь Если у нас стоит мина Нужно вводить звездочку Это особый случай Обработаем его Если мина и g Равна единице То есть там стоит мина То напечатаем Звездочку А иначе напечатаем то число Которое мы посчитали Там будет ноль, если у нас нет соседей с минами И какое-то количество, если они есть Анс и жито Печатать будем слитно Так будет выглядеть симпатичней Не забудем перевести Строку После вывода И все У нас получилась программа На 46 строк Самая большая из всех Которые мы писали Запустим, посмотрим Что у нас получилось Ну, отлаживать программы Нужно на маленьких данных Чтобы не набивать Ног раз Одно и то же Пусть у нас всего Одна мина в углу Смотрим Ой, какой кошмар Смотрите У нас вывелось что-то ужасное Совершенно непонятно почему Давайте смотреть В нашей программе где-то ошибка Искать ошибку нужно начинать С чтения Вдруг мы неправильно сочетали Давайте поставим breakpoint Где-то после чтения А потом посмотрим Что у нас лежит в массе Поле размером 2х2 Одна мина в углу Добавляем То, что называется Контрольные значения MassiveMines Вот двумерный Так показывается Вот нулевая строка Это то, что мы обводили Вот первая строка С минами И мы видим Какую-то странность Поле 2х2 И должно быть 4 элемента в строке И 4 строки У нас 3х3 Даже где-то мы обсчитались Давайте смотреть При инициализации Даже до чтения Вот смотрите У нас в одном месте До n плюс 1 А в другом до n Очень странно Исправим Запустим заново 2х2 Одна мина в углу Так, теперь стало хорошо Вдруг у себя программа заработала Да, отлично Программа заработала Теперь проверим На других случаях Что у нас все хорошо Пусть у нас Одна строка И два столбца Ну и мина стоит Справа Нам вывело Почему-то всего 1.0 Давайте опять же Действовать по тому же алгоритму Берем чтение Проверяем Все ли правильно у нас читается Одна строка Два столбца Мина в правой клеточке Открываем массив И видим там 3х3 состоящий из нулей Совершенно не то, что мы ожидали увидеть Ну, теперь понятно, что делать Читается неправильно Понятно, где искать ошибку Вот она Смотрите Я перепутал Н и М То есть у меня Н строк Здесь все правильно А М столбцов я везде написал Н вместо этого И теперь Поскольку я пользовался Методом копипасты Мне придется исправлять это в куче мест И хорошо, если я с первой попытки это сделаю Здесь не нужно Здесь нужно Поехали Итак, одна строка Два столбца Мина справа Здесь брейкпоинт нам уже не нужен Запускаем Смотрим Да, теперь наконец-то работало Общий метод отладки программ Это отлаживать ее по кусочкам Так, как я сейчас делал Вообще говоря, можно поступать даже не так Я сейчас написал все А потом вспоминал, что же, где я, как делал И исправлял в куче мест сразу Лучше поступай по-другому Написали какой-то кусочек Тут же запустили, проверили Посмотрели на отладки Написали чтение Посмотрели, что все сочеталось правильно Написали там обработку Посмотрели, что действительно Оно обработалось правильно Здесь мы столкнулись с проблемой Что мы много раз Делали одни и те же действия Если мы допустили в них ошибку Ну, как я сейчас делал То нам пришлось во многих местах ее исправлять Этой проблемы можно избежать Если оформлять одинаковые куски кода В виде функций Собственно, это мы и научимся В следующем занятии Пока Субтитры создавал DimaTorzok